друзья я просто пребываю в шоке мне даже и не верится то что я стал официально миллионером ведь когда-то еще в 2017 году я думал для того чтобы мне заработать миллион мне потребуется 15 лет потому что в то время я откладывал всего лишь 5000 рублей а вот 5000 рублей это 60 тысяч за месяц и того через 15 лет это примерно будет миллион но как оказалось друзья все проще возможно данное видео вам тоже придаст мотивации поэтому я его решил записать и рассказать как у меня это было как я сократил свой путь что я делал и также хочу рассказать что значит стать официально миллионером я буду задумался а миллион рублей это вообще много или мало вот я с некоторыми коллегами знакомые общался нет миллион рублей это не так туши много за него особо ничего не купишь с одной стороны есть я согласен что это не так уж и много но а с другой стороны у кого есть миллион у большинства моих знакомых если я вот тыкну даже в тех людей которые так рассуждают у них не будет миллиона так вот и здесь возникает вопрос напишите в комментариях миллион это много или мало это не простой вопрос с точки зрения может быть действительно там нормальный автомобиль может и даже за миллион не купишь да даже вот квартиру не купишь с другой стороны да у большинства людей зарплата 20 30 40 тысяч рублей еще нужно им прожить вот представьте чтобы сколотить миллион это сколько нужно времени это не так-то просто по счетчику ты у не сделаешь да казалось бы сумма принципе небольшая да опять же относительно чего относительно у кого но с другой стороны сколотить ее не так-то просто и честно сказать я очень рад то что смог сколотить данную сумму причем в короткие сроки у меня получилось это сделать а еще и друзья очень рад то что именно я смог осуществить свою цель в 2021 году концу года стать официально миллионером я ставил эту цель сделать в декабре месяце но пополнить брокерский счет в январе месяце закину денежные средства поменяв тысячу долларов я стал официальным миллионером вот он скриншот то что я стал официальным миллионером но здесь возникает такой вопрос смогу ли я удержать данный статус именно перед новым годом когда рынке уже закроются и уйдут на выходы потому что рынок волатилен и возможно мой статус миллионера упадет временно или мне придется дополнять брокерский счет для своей мотивации чтобы именно перед новым годом вот и увидеть вот эту цифру как говорится в 6 нулей в общем будем посмотреть пока что рынки растут но они как вы знаете могут любой момент завалиться теперь давайте поговорим что значит стать официальным миллионером как вы знаете у меня уже было видео вот он скриншот в январе этого года я делал традиционные видео отчет за прошлый год если вы еще не подписались на мой youtube-канал то подписывайтесь в 2022 году в январе я точно такой же буду делать отчет где я написал что я заработал свой первый миллион и показал свои заработки за предыдущие года все честно без воды я все записываю книжку так что посмотрите интересное будет видео но это я всего лишь написал где доказательства что я миллионер и большинство людей только говорят что они миллионеры то есть нужно немножко понимать наличие статуса миллионера миллиардера измеряется именно капиталом причем ликвидными средствами если у тебя дом если у тебя квартира еще что-то то ты далеко не миллионер а вот есть люди на твоем счету брокерском счету миллион то ты миллионер причем официально почему потому что ты видишь эти цифры это ликвидные средства ты можешь в любом момент взять продать эти все активы вывести вот он этот миллион если у тебя миллион на банковском счету и ты это показал на депозите да ты тоже миллионер большинство думаю что если у него машина за миллион за 200 миллионер нифига подобно во первых большинство как правило такие машины в кредите поэтому машина как бы до стоит формально миллион но миллиона это как-то какого-то кого-то кого у него нет он еще должен за нее расплатиться и плюс ее еще нужно продать ты еще не сможешь продать даже за тот же самый миллион и вообще это не ликвид то есть это нельзя назвать то что ты миллионер также как и квартира она вроде бы может стоить 2-3 миллиона но это просто здание ты не можешь это показать она не ликвидное его еще нужно продать и также даже в списке форс да все вас на миллионеры считаются по состоянию даже если акции растут но ты как бы не зафиксировал еще у тебя все равно уже статус миллионера потому что можешь любой момент это продать как только акции ли твои активы уменьшили значит допустим ты статус миллионера потерял больше значит официально а то некоторые говорят я там миллионер да я да я знаете друзья яколог я очень много видел в интернете или вот есть там люди которые качают пирамиды или какие-то проекты не туда вкладывают до деньги и говорят вот я миллионер посмотрю у меня в проекте тут вот миллион уже в друг ты не миллионер который так рассуждает эти деньги уже тебе не принадлежат они принадлежат админу они лежат у него в проекте большинстве проектов если ты завел деньги они должны отработать это просто их оттуда не заберешь они замораживают в один прекрасный момент проект может соскамиться также как и в ммм и админ твои денежки заберет поэтому ты не миллионер это средства не ликвид а вот если тебе будет на счету в банке лежать тогда да или дома под подушкой или на брокерском счете да это все официально в банке на брокерском счете это ты можешь обналичить показать да я вот не стесняюсь я вот показываю еще раз скриншот то что я действительно достиг миллиона и спасибо фондовому рынку спасибо моему опыту то что я где-то терял больше образовывался у меня все больше и больше финансовой грамоты 7 я разбираюсь и понимаю какие мне нужны инструменты какая у меня стратегия инвестирования что такое денежный поток и тому подобное в общем кайф мне приятно это классный статус по там где миллион там и два там и три самое сложное это достичь первый миллион и действительно мне он дался нелегко и поэтому я к нему буду относиться очень карсервативно и стараться его не потерять и не инвестировать непонятную там крипту а который еще буду видео записывать ну в непонятные активы и тому подобное самое главное стерегаться нужно мошенников которые только хотят позвонить вам написать вам и просто вас облапошить чтобы вы завели деньги каким брокер мошенникам или еще куда-то в общем не нашел я шапку такую которая передает праздничное настроение такая с конусом хочу такую шапку себе завести и записывать ролики когда он на какое-либо событие или праздник ну пришлось записывать пока что так сейчас этот магазин и все по закрывались на обязательно найду такую шапку и буду любое событие отмечать ну снимать и отмечать вот в таком как говорится образе это мне кажется интересный будет придавать какое-то настроение видео в том числе настроение мне но пока по традиции конечно же я после записи этого видео куплю себе тортик буду отмечать это событие все свои события я всегда стараюсь отвечать от отмечать хотя бы тортиком это нужно делать себя благодарить за подъемную работу за достижение успеха и это придает тебе мотивации ты будешь стараться уже идти на 2 миллиона на 3 на 5 и на 10 миллионов это будет круто теперь давайте друзья обсудим второй вопрос за сколько мне удалось заработать свой первый миллион как я ранее сказал еще раз все детали в этом видео в семнадцатом году я откладывать начал по 5000 рублей вообще зарабатывал тогда 12 тысяч рублей но умудрился на 7000 жить я это все рассказывал и 5000 платить тогда я так подумал думал блин это же 15 лет чтобы заработать вот этот несчастный миллион казалось бы до 15 лет карл 15 и я думаю блин но это нереально это действительно может быть демотивирует когда ты когда как представишь что это очень долго с другой стороны кого-то это может быть вот как меня мотивировать ты можно себя разозлиться и сказать никаких 15 лет я сделаю это раньше и вот у меня именно было так у меня было желание действительно стать миллионером и чтоб у меня в капитале был миллион я просто начал друзья пахать просто начал пахать 24 на 7 я начал образовываться искать виды заработка повышать свою но нашел свою нишу повышать своемость стоимость своего часа и что он хочу сказать вуаля как говорится за три года друзья за три года именно за три года я сделал этот миллион именно пандемии мне помогла ускорить взять этот миллион у меня заработки увеличились потише в x2 в x3 в то время до в этом году под под упал у меня заработок на и без на по каким причинам все занимаюсь своим здоровьем ну перезагружаюсь это иногда полезно организм дал сбой это полезно сейчас заряжусь перезагружусь переосмысливать я дам жару и все что здесь не наверстал я это все не ставлю и кодов это нормально и в январе 2020 21 года вот именно этого года спустя три года но уже считаю что даже в декабре 20 я у меня уже был миллион но в январе я записал просто видео то что я стал официальным миллионером и вот мне потребуется за три года представьте с 15 с 15 друзья с 15 лет я увеличил скорость переключил сразу на пятую передачу не спеша и проехал дистанцию за три года со места 15 лет как говорится было бы желание но здесь еще сыграл и второй важный фактор не только увеличение своего вида заработка это что я пахал 24 на 7 ну это что я умел управлять уже деньгами у меня были знания очень хорошо работаю с расходами если бы не управлял расходами то я бы не смог склотить этот миллион за три года потому что можно работать 24 на 7 получать 100 тысяч в месяц да и казаться да что это миллион я учат 10 месяцев до и все его заработал но если у вас аппетит тратить у вас аппетит на шопинг то вы от вы как говорится отдаляетесь от своей цели миллион который можно было бы сделать со зарплаты 100 тысяч возможно за полтора года вы даже из опять не сделать я это прекрасно понимал и поэтому я зарабатывал например 20 тысяч 5000 откладывал а на 15 например я жил дальше заработаю 40 дальше на 15 живу и уже получается 25 откладываю зарабатываю 50 на 15 живу и так вот откладываю так вот быстро как снежный ком это все накопилось лежала на депозите там тоже они что-то приумножались вот за три года сколотил а потом по чуть-чуть я его начал как грубо говоря уже два года назад еще у меня уже тогда был капитал по чуть-чуть его закидывать на брокерский счет это я не весь капитал закидываю на брокерский счет потому что но есть такой инстинкт страха самосохранения и вдруг что-то будет брокерским счетом временной просадки чтобы мне сильно не беспокоиться у меня даже быть средства на там на депозит или где-то в банке чтобы я не это нельзя глупых ошибок и не продал акции это очень важно психологически поэтому никогда не заряжайте все свои деньги какой бы процент не был как какие бы вы не считали что эти активы безрисковые это пас и любая инвестиция это риск поэтому я не спеша по чуть-чуть зарабатываю все равно в подушку зарабатывал подушку ужат с подушки по чуть-чуть до купа дивиденды тоже реинвестирую так вот я работаю я также хочу вас тоже написать в комментариях сколько ушло времени у вас на то чтобы вы заработали миллион только напишите те люди которые именно своим трудом пахали и временем его заработали развиваясь тех кто получил наследство это конечно же хорошо это немножко не то я тоже от наследствия что за не отказался но это немножко конечно же не только но когда тебе достается этот миллион у него ценность как говорится не такая когда ты именно кровью и потом его заработал его ценность гораздо больше вот я в какой-то степени сейчас горжусь собой потому что я именно пахал три года целых чтобы получить и ценность у меня к нему большая и поэтому к нему я к этому миллиону отношусь с уважением и четко стараюсь и буду стараться четко его не разбазарить а по наследству если досталось и по любому человеку как правило не такая финансовая грамма то есть он может быстро его разбазарить ну и он к этому миллиону не пришел и исследуя и реальный миллион этому человеку будет тяжело заработать а если ты сам перешел к этому миллиону значит тебе легко будет заработать второй третий и четвертый миллион потому что уже дорос знаниями и своими навыками руками вот этими как говорится пусть даже который бьют по клавиатуре ты достиг это конечно же друзья совсем другое а так понятное дело я бы не отказался еще раз говорю если бы мне упала мана небесная но мне кажется возможно бы на фондовом рынке бы этого бы миллиона сейчас не был и возможно бы его пужа сейчас бы не было я бы его бы раз базар а вот когда еще я сам его сколотил он ценнее и поэтому он у меня есть приумножается помочь мне дивиденд и все последующие миллионы которые будут заработаны надеюсь они будут также цены и они также будут результативные они также мне помогут в жизни стать более финансово независимых и хочется друзья вот вас мотивировать вот этой вот ситуации как у меня если у вас сегодня еще нет миллиона не отчаивайтесь если вы понимаете что это недостижимо я живой пример я также думал 2017 году но я друзья смог и вы сможете просто сядьте и подумайте а как я смогу увеличить свою стоимость час а где мне еще подработать какую мне может быть профессию выбрать может быть не переквалифицироваться может быть мне не сидеть лишь раз кино мультики не смотреть ерундой не заниматься а сидеть и выходные работать вот как именно я 24 на 7 сидел дома как задрот постоянно youtube работа посты писал ролики писал только что по себе заявить чтобы продвигать личную бренд чтоб моя физиономия везде прикала и я там предлагал свои услуги по ютубу и тому подобное меня начали рекомендовать я рассказывал и вот так вот я повышал стоимость час сначала по 500 рублей брал за консультацию в итоге сейчас достиг до 5000 и мне даже сейчас по 5000 ну потому что у меня уже есть и опыт и результаты и сразу человек не может сигану да и брать за 5000 за консультацию он должен к этому прийти и у него должна быть история вот у меня эта история есть история моего youtube канала история моих постов то есть как я начинал то есть я имею право повышать и чтобы повышать нужно действительно время и квалификация а это человек не каждый сможет и опять же смотря в какой нише и где в интернет в онлайн заработки реально это все потому что ты работаешь на разные регионы ты можешь допустим работать с москвичами им 5000 заплатить тебе легко если моем городе курске за час 5000 рублей сомневаюсь мало мне кто может заплатить но в других регионах легко там просто другой класса людей и всегда есть но высокий класс людей в том или ином городе и вот это вот плюс в интернете но это вот такого отступления такая вот мотивация поэтому даже не отчаивайтесь вы тоже сможете его заработать если у вас нету но если друзья у вас уже есть миллион то друзья конечно я вас поздравляю и я присоединяюсь ваш клуб миллионеров правда еще пока рублевый миллионер ну ничего будем идти дальше конечно же хотелось бы стать долларовым миллионером да если бы у меня сейчас было 70 миллионов то я бы уже был бы конечно же обеспеченный человек топ об этом не мешать я так прикинул если вложить 70 миллионов акции но это действительно можно получать но 500 800 тысяч дивидендами легко то есть представьте в месяц это какая сумма это считаешь что ты абсолютно независимый и обеспеченный человек ты можешь заниматься делать все что угодно единственное там тратить может быть час полчаса на новости следить за своими компаниями чтобы вовремя если что их продать или докупить ну что друзья надеюсь данное видео было полезно поддерживать данного видео лайком а если ты миллионер то обязательно ставь лайк и пиши в комментарии можете также рассказать свою историю сколько у вас ушло на то чтобы заработать свое миллион вы можете поделиться данным видео со своими друзьями возможно их тоже это видео вдохновить если еще не подписанному youtube канал то подписывайтесь на с вами на связи был всем пока друзья увидимся на просторах интернета не переключайтесь еще раз говорю если вы еще не достигли миллиона то желаю вам его достичь ну а я пойду отмечать данное событие тортиком и у меня как говорится приятное позитивное настроение